Приветствую всех! Для начала немного поговорим о теории рекламы. Рекламное объявление на Яндексе состоит из нескольких частей. Заголовок, текст объявления, ссылки на ваш сайт и ключевых фраз. Это основные части, которые нам нужно правильно заполнить, чтобы получить желаемый результат. Приход новых посетителей на сайт. Каждая из частей выполняет конкретно действия. Сейчас мы это рассмотрим. Наверное, вы все слышали о таком методе в рекламе AIDA или более современный вариант AIDAS. Что это означает? Первая буква А обозначает свойство внимания. Attention или Everness. Осведомленность. Реклама должна привлекать к себе внимание. Это аксиома. В Яндекс.Директе внимание наших потенциальных посетителей должен завоевать заголовок рекламного объявления. Когда человек попадает на страницу выдачи, после того, как он вводит поисковый запрос в Яндексе, первое, что бросается ему в глаза, это рекламные заголовки. И это нужно использовать. Как написать работающий рекламный заголовок, вы можете узнать, прочитав книги Джо Виталли. Например, такую книгу «Как вести покупателя в транс». Вы можете обратить внимание на примеры из различных рекламных объявлений. И даже спам, который практически никто не любит, помогает найти привлекательные рекламные объявления. Перед тем, как выбросить спам, посмотрите, какие там есть рекламные заголовки. Некоторые вы сможете с успехом использовать и в своем бизнесе. И обратите внимание, что с продвижением по схеме AIDAS количество людей сокращается. Это абсолютно нормально. Сейчас мы немного поговорим о том, как нужно писать заголовки. Три правила по написанию заголовков. Первое правило. Используйте слова-магниты. Если почитаете литературу по копирайтингу, то вы узнаете, что есть так называемые слова-магниты. Например, «впервые», «бесплатно» и так далее. Используйте эти слова в заголовке, чтобы привлечь внимание к вашему объявлению. Второе правило. Обращайтесь к своей целевой аудитории. Если мы знаем целевую аудиторию, то хороший отклик будет при использовании этого правила. Например, тем, кто хочет похудеть. Понимание и обозначение проблемы целевой аудитории помогает привлечь внимание. То есть, мы обозначаем проблему нашей целевой аудитории. А потом мы показываем решение проблемы при помощи нашей продукции. Это метод маятника. Сначала обозначаем проблему, а потом показываем решение этой проблемы. Негатив и позитив. Черное и белое. Третье правило. Используйте заголовки «вопрос». Можно использовать, например, со словом «магнитом». Как увеличить доход? Таким образом, в заголовке мы привлекаем внимание нашей целевой аудитории, а в тексте «объявления» мы обещаем решение проблемы. На основе внимания создаются и поддерживается интерес у потребителя. И это вторая ступень воздействия рекламы. И вторая ее задача – заинтересовать потенциального покупателя. В Яндекс.Директе эту задачу выполняет текст объявлений. Цель второй ступени – создать условия для идеальной покупки, мысленного приобретения товара, услуги, информации. В тексте мы обещаем решение проблемы. Но, внимание, обещания не должны обманывать. Должны быть показаны решения проблемы, которую хочет решить ваша целевая аудитория. В тексте рекламного объявления не показывайте, как будете решать проблему. Как решается проблема, показывается на сайте. Заголовок привлекает внимание. Текст рекламного объявления обещает решить проблему, но не говорит, как. Как этот человек увидит на сайте. Описали проблему, пообещали, что ее решите. И призыв – заходите туда-то. Ответ на вопрос – как ваша целевая аудитория увидит на сайте. Используйте призыв к действию – зайди на сайт, подпишись на рассылку. Но это обычно работает после интриги. Во всех пунктах используйте интригу. Именно интрига побуждает человека перейти на сайт. Третья буква – «Д» – «Десаре» – «Желание». В Яндекс.Директе эту задачу выполняет ссылка на ваш сайт. А точнее ваш сайт. Ссылка просто приводит посетителя на ваш сайт, где у человека должно появиться желание получить то, зачем он зашел на сайт. Надо постараться вызвать у посетителя желание владеть информацией, услугой, товаром, который вы предлагаете. Чтобы это желание возникло, нужно показать возможности, которыми человек будет располагать после покупки. Девушка покупает в косметическом магазине не косметику, а мечту о красоте. Машина – это необычное транспортное средство, чувство свободы передмещения, чувство возможности путешествовать. Четвертый этап – «А» – «Экшен» – «Действие» – «Переводит идеальную мысленную покупку в реальную». Чтобы ускорить наступление этого завершающего этапа, хороший продавец или хорошая реклама обязательно дают гарантию. Это способствует появлению чувства удовлетворенности от удачной сделки. И появляется желание стать постоянным покупателем либо потребителем данной услуги у данного человека или у фирмы. То есть «Аида» – это обычный способ привести человека к покупке продукта или услуги, которая действительно нужна клиенту. Чтобы получить доверие клиента, человек должен убедиться, что реклама обеспечивает подлинную информацию и нет никаких скрытых условий или недомолвок. Более того, необходимо предлагать конкретные доводы и идеи о том, как этот продукт или сервис можно использовать. Это гораздо эффективнее, чем громкие рекламные слоганы и пустые обещания. Пятый этап – это «Сатисфэкшн» – удовлетворение потребностей человека от покупки. С этим работает рассылка, на которую подписывается человек, зашедший на сайт и понявший, что он находится в том месте, где нужно, и подписавшийся на вашу рассылку или другую информацию. Теперь переходим к объявлению. Мы знаем нашу целевую аудиторию. Это люди, которые хотели бы узнать о новых возможностях бизнеса. Название вашего домена для этой целевой аудитории должно помогать привлечь нашу целевую аудиторию. Как составляется доменное имя, посмотрите вторую часть видеоурока номер 7. Там об этом подробно говорится. Как мы будем создавать текст рекламного объявления? Один из вариантов. Мы берем ключевую фразу и вставляем в поисковую строку Яндекса. И смотрим, что пишут наши конкуренты. Наша задача – выделиться среди конкурентов. То есть мы анализируем окружающую внешнюю среду нашего бизнеса, смотрим на контекстную рекламу наших конкурентов. Нам нужно придумать заголовок, который будет отличаться от них, и объявление, которое тоже будет отличаться от них, и цеплять нашу целевую аудиторию. Итак, давайте рассмотрим ключевую фразу «Новый бизнес с нуля». Вводим поисковую строку Яндекса и начинаем анализировать, что предлагают конкуренты. Первое объявление. Как получить 60 тысяч рублей от государства? Как-то не очень вяжется с бизнесом с нуля, но может кому-то и будет интересно. Текст объявления «Бизнес-план, спутниковый ГЛОНАСС, GPS-мониторинг транспорта». Я бы не назвал это объявление «Бизнесом с нуля». Это, скорее всего, сопутствующий бизнес к существующему. Давайте посмотрим следующее объявление. «Готовый бизнес-план по заработку». Есть интрига. «Готовый бизнес-план». Есть выделенное слово «Бизнес». Я думаю, вы понимаете, что это слово есть в ключевых словах в объявлении, и поэтому Яндекс его выделяет. Давайте прочитаем текст объявления. «От 69 тысяч рублей в месяц, минимум вложений, окупаемость в месяц, 1-3 часа в день». Интрига есть. Непонятно. 69 тысяч рублей в месяц надо вкладывать или можно получить. А если непонятно, то высока вероятность, что на сайт будут заходить не целевые посетители, а целевые могут и не зайти. То есть объявления не очень. А название с сайта, ну, смотрите, попытайтесь запомнить и произнести. Итак, поехали дальше. Следующее объявление. «Ищите идею для создания бизнеса?» Хороший заголовок. Сразу есть обращение к целевой аудитории, к людям, которые находятся в поиске новых идей для бизнеса. Есть выделенное слово «Бизнес». Вы уже знаете, что это слово есть и в списке ключевых слов, и поэтому оно выделяется. Текст объявления. «Поделюсь идеей и покажу, как создать свой бизнес без рисков и вложений». Хороший текст. Человек не пытается рассказать в объявлении, как он будет показывать. Он создает интригу. «Поделюсь идеей». И дает обещание. «Покажу, как создать свой бизнес без рисков и вложений». И обратите внимание на название сайта. Оно поддерживает информационно и заголовок, и само объявление. Очень хорошее объявление, и оно, скорее всего, будет у этого человека хорошо работать. Следующее объявление. «Бизнес-идея года». На мой взгляд, не очень хороший заголовок. Есть анонс. А анонс в рекламе, как правило, не привлекает. Нужно использовать слова «магниты». Текст объявления. «Яркий бизнес из Лос-Анджелеса. Узнай и начни первым». Интрига есть, но абсолютно непонятна целевая аудитория. И, соответственно, есть высокий риск, что на это объявление будут кликать люди не из целевой аудитории. И, соответственно, в результате будет низкая конверсия. На мой взгляд, это не очень удачное объявление. «Я здесь не вижу целевой аудитории». Ну, хотя, может быть, для человека это сейчас не является важным. Мы, на самом деле, не знаем его стратегию, что он хочет этим добиться. Но я здесь не вижу целевой аудитории. Следующее объявление. «Как продвигать свой бизнес». Есть слово «магнит». «Как». Есть нацеленность на целевую аудиторию. Мы видим, что это объявление ориентируется на людей, которые уже занимаются бизнесом, но у них есть вопросы по поводу, как продвигать бизнес. Текст объявления. «Бесплатное пошаговое обучение секретом бизнеса в интернете». Есть слова «магниты». «Бесплатное – секретом». Есть нацеленность на целевую аудиторию. Люди, которых интересует бизнес именно в интернете и которые еще не имеют достаточных навыков. Поэтому есть обещание. «Бесплатное обучение». Очень хорошее объявление. Обратите внимание, что здесь указан и номер телефона, и адрес, и сайт. Следующее объявление. «Высокоприбыльный бизнес с нуля». Анонс, что не есть хорошо. Но «бизнес с нуля» есть в списке ключевых фраз, и поэтому слово «бизнес» выделено. Объявление. «Секреты пассивного дохода от интернет-бизнеса с нуля». «Бесплатная книга». Есть интрига, есть слова-магниты, секреты – бесплатная. Есть ориентация на целевую аудиторию, на людей, которых интересует пассивный доход. Но здесь как раз и есть, пожалуй, и ошибка. Это с моей точки зрения. «Бизнес» не подразумевает пассивный доход. «Бизнес» – это как раз действия, активные действия. Похоже, человек, дающий объявления, пытается работать сразу с несколькими целевыми аудиториями. И здесь есть риск, что будет низкая конверсия при заходе на его сайт. Название сайта в целом поддерживает его ID, но само объявление, с моей точки зрения, не очень. Следующее объявление. «Бизнес в реале за 10 дней с нуля». Есть выделенные слова. «Бизнес с нуля». Это хорошо. Текст. «Обучающий курс за полцены. Беспрецедентная распродажа. Спеши». Есть слова «магниты». Беспрецедентная распродажа. Есть нацеленность на целевую аудиторию. На тех людей, кто хочет получить информацию, обучающий курс. И на тех, кто уже оценил свои потребности. Потому что за курс надо будет платить деньги. Пусть и полцены, но платить надо. И это очень важно. Здесь четко выделена аудитория. То есть те люди, кто готов уже платить деньги за обучение. И есть призыв к действию с интригой. «Спеши». А то можно и не успеть. Название сайта поддерживает информацию в объявлении. Хорошее объявление. Следующее объявление. «Как правильно начать свой бизнес». Есть обращение к целевой аудитории. К тем людям, кто собирается начать бизнес. Есть слово «магнит». «Как». Есть выделенное слово. Теперь само объявление. Бесплатный курс о том, «Как начать и сделать успешным свой бизнес с нуля». В объявлении есть слова «магниты». «Бесплатный» и «как». Есть нацеленность на целевую аудиторию. На людей, кто только собирается начать свой бизнес. И есть обещание. «Сделать успешным бизнес». Есть выделенные слова. «Бизнес с нуля». И есть поддержка информации названием, доменным именем. Хорошее объявление. Мы посмотрели объявление. И теперь мы можем создать объявление, которое, я думаю, попадет, например, на пятое место. И также с хорошей вероятностью, что она в результате ротации будет попадать в гарантированные показы. То есть на третье, на четвертое, на второе, может даже на первое место. Задача рекламного объявления. Помните, привлечь внимание. Давайте, используя слово «магнит», обозначим проблему человека из нашей целевой аудитории. Давайте, например, сделаем такое объявление. «Как начать бизнес после 35 лет». Мы сразу же выделились среди объявлений. Возрастом. Мы не слишком сузили рынок, но в то же время наша целевая аудитория четко обозначена по возрасту. То есть люди, заходящие, имеющие возраст после 35 лет, будут, скорее всего, кликать на нашу ссылку, если их интересует, как начать бизнес. У нас есть слово «магнит». И, соответственно, есть интрига, и у нас будет выделено в заголовке слово «бизнес». Потому что мы его уже имеем в списке ключевых слов. Теперь нужно написать объявление. «Низкая зарплата». Смотрите бесплатные уроки «Как начать бизнес с нуля». Чем короче объявление, тем лучше. Человек видит объявление с обозначением проблемы. «Низкая зарплата» со словами-магнитами «бесплатные» и «как». С выделенной фразой «бизнес с нуля». В заголовке есть слово из списка ключевых фраз «бизнес». «Яндекс» будет его выделять. Человек должен видеть доменное имя сайта, которое должно подыгрывать заголовку и объявлению. Но в данном случае этого еще пока нет. Доменное имя надо будет для данной рекламной кампании создавать. В целом объявление, я думаю, получилось несколько лучше среднего по сравнению с тем, что есть на сайте. Я сейчас не ставлю цель сделать объявление на все 100%. Мне важно, чтобы вы поняли алгоритм создания объявлений. Кликнем на ссылку «Как начать бизнес после 35 лет». Проверяем, как загружается наш сайт. Все нормально. Теперь мы заполняем дальше нашу страничку. Рассмотрим, что такое минус-слова. Будем рассматривать на примере, чтобы это было более понятно. Представьте, что в поисковой строке кто-то набирает запрос «Бизнес с нуля строительный». У вас в списке ключевых фраз есть фраза «Бизнес с нуля». Для человека, который набрал запрос «Бизнес с нуля строительный», ваше объявление будет показано. Но человек, который делал запрос «Бизнес с нуля строительный» не относится к вашей целевой аудитории. Он вам не нужен. Вот для этого и есть такая функция, как «Минус слова». Если вы внесете в поле «Минус слова строительный», то в этом случае человек, вводящий запрос в поисковую строку Яндекса «Бизнес с нуля строительный» не увидит вашего объявления. Такая вот идея. Если вам потребуется такая функция, можете использовать ее. Можно воспользоваться и после того, как вы начнете рекламную кампанию, но увидите, что есть много людей не из вашей целевой аудитории. И тогда вы сможете отредактировать свое объявление, внося «Минус слова». Продолжаем заполнять. Каталогами мы не будем пользоваться. Ставим галочку. Регион мы уже задали. Метки мы не будем ставить. Обратите внимание, если вы кликните «Назад», то попадете на предыдущую страницу. А то, что настраивали сейчас, пропадет. И тогда нужно будет все начинать заполнять сначала. Поэтому будьте внимательны. А мы кликаем дальше. Идет проверка. Теперь мы перешли в третий шаг. Здесь мы будем назначать цену за клик. Вот так выглядит наше объявление. Так выглядят наши ключевые фразы. И стоимость за их клик. У меня всего несколько ключевых фраз. Так как я сейчас просто показываю вам пример. А у вас, когда вы будете составлять объявления, их будет больше сотни. А может быть даже и две. И они будут помещаться у вас на нескольких страницах. Мы сейчас будем устанавливать максимальную ставку за переходы по нашему объявлению кликом. Мы будем ориентироваться по тем ценам, которые платят конкуренты. Очень важный момент. По умолчанию Яндекс Директ устанавливает значительно завышенные цены. Здесь вы видите цены от 1 доллара 16 центов до 4 долларов 41 цента за один клик. И поэтому если вы кликните дальше, то вы просто потеряете свои деньги. Поэтому здесь необходимо вмешаться и привести все в нормальный вид. Можно сделать так. Берем каждую цену и меняем на нормальную. А можно сразу все цены привести в тот вид, который вы хотите. Все цены здесь указаны в условных единицах. Как вы поняли, одна условная единица это доллар. То есть около 30 российских рублей. Минимальный бюджет, который разрешает Яндекс для рекламной кампании, это 10 условных единиц, то есть 300 рублей. Мы говорили о том, что нам не надо быть на первом месте. Для нас это хуже, чем если мы будем на четвертом, пятом, шестом месте. Вспомнили почему? Смотрите, вот указана цена нахождения на первом месте по этой ключевой фразе. Почему именно эта цена? Потому что цена устанавливается на основе аукциона. Есть определенное количество рекламодателей и кто-то из них стремится попасть на первое место и устанавливает ставку. Ту, что сейчас показывает Яндекс. Но нам этого абсолютно не нужно. И обратите внимание на ставку гарантированных показов. Это следующие места после первого. Видите, какая огромная разница. Где нам выгоднее быть? На четвертом, пятом, шестом месте почему? Первое. Мы сделали заголовок, сориентированный на нашу целевую аудиторию. У нас он будет хорошо работать. Второе. Большинство людей все равно будут просматривать несколько объявлений. И если у нас предложение на сайте не хуже, чем в предыдущих объявлениях, то человек останется на нашем сайте и сделает те действия, о которых мы попросим его. То есть вероятность, что он останется с нами выше, и он не вернется на более рейтинговые объявления. То есть нам нужно поставить цену чуть ниже гарантии, и мы будем тогда с высокой долей вероятности на пятом, шестом, седьмом местах. И учитывая, что те, кто находятся выше нас, через некоторое время прекращают свои рекламные кампании, то наши объявления также через некоторое время будут подниматься на более высокие места. И это при значительно более низких затратах. Итак, задаем для всех цену 20 центов и кликаем просто на экране. Вы видите, что цена везде установилась 20 центов. Но нам нужно, чтобы мы по некоторым фразам могли попасть на первую страничку. Пускай это будет пятое, шестое, седьмое место. Поэтому поставим после каждой фразы цену чуть ниже, чем вход в гарантию. И это даст нам возможность находиться на пятом, шестом, седьмом местах, то есть там, где мы и планируем. И обратите внимание, что вот этот процент людей нас увидит, когда люди будут задавать запросы в поисковой строке Яндекса. Цена за клик не будет выше того ограничения, которое вы поставили. Кликаем дальше. Теперь мы можем отправить на модерацию. Кликаем отправить на модерацию. И что будет дальше? Если придет отказ на прием вашего объявления, то были, скорее всего, следующие ошибки. Первое. Грамматические ошибки. Второе. Использование слов в превосходной степени. Лучший в мире. Самый удобный в Европе. И так далее. Третье. Несоответствие сайта объявлению или ключевым фразам. Например, в объявлении говорится о котах, а на сайте информация о мышах. Обычно человек, который модерирует, присылает информацию, по каким причинам не прошло объявление. Но вы можете зайти в форум и почитать сообщения. Они вам помогут на первом этапе проведения рекламных кампаний. Там рассматривается достаточно много реальных случаев и советов, как вести себя в том или ином случае. Итак, вам приходит сообщение, что ваше объявление прошло модерацию. Теперь остается вам прочитать договор с Яндексом, крикнуть на то, что согласны с ним, заказать рекламу и оплатить. Обратите внимание, что когда вы дойдете до отправки на модерацию, но не будете отправлять, ваша рекламная кампания сохраняется в черновиках. То есть вы можете в любое время зайти в раздел Яндекс Директа «Мои компании», достать подготовленную кампанию и отправить на модерацию. Это вы сделаете тогда, когда у вас будет готов сайт и будут готовы рассылки или видеорассылки. Это нужно, чтобы вы успешно начали свою рекламную кампанию. Сначала подготовить все материалы, а дальше начинать. Ну а сейчас домашнее задание. Подготовить ключевые фразы к своим рекламным объявлениям. Провести анализ конкурирующих объявлений и сделать свои заголовки и рекламные объявления с учетом схемы AIDAS. И смотрите следующие видео уроки. Я понимаю, что это самое большое домашнее задание, и поэтому еще раз рекомендую посмотреть мультфильм «История о Пабло и Бруно». До следующей встречи!